В прошлом году, по данным Интернешнл, терроризм, что-то там, в России было 450 терактов. Мы про них не знаем, про все 450 мы не знаем, знаем про 5-6, может быть. Возможно, слава Богу, хотя бы, если считать все теракты, которые были в Татистане, взрывы на блокпостах, то, наверное, эти 450 наберётся, просто мы к ним привыкли, они уже, на них мы не обращаем внимания. Я полагаю, что у нас борьба с терроризмом ведётся правильно, но не в той области. Вот посмотрите, в чём смысл, в чём суть борьбы с терроризмом, по крайней мере, как я её сейчас вижу. Рамки на вокзалах, отслеживание автобусов, маршрутов лиц, подозреваемых в сочувствии терроризму, база данных по вдовам убитых боевиков. Это всё важно, это всё хорошо, но, как мы видим, не работает. Принято, не работает в той мере, в какой должно было бы и в какой мере мы ждём. ФСБ, МВД, антитеррористический комитет делают то, что они могут сделать. А не работает другая составляющая. И вот я могу высказать свою точку зрения, она не популярна будет сегодня, уж точно. Борьба с терроризмом ведётся не полицейскими этими, она ведётся в мозгах этой диалоги. А вот теперь подумайте, наше общество за последнее время стало очень сильно клирикальным. Да? Не без желания государства. Естественно, естественно, не без желания государства. И в этом, я считаю, и есть катастрофическая ошибка. Это, как ни странно вам покажется, и есть одна из причин порождающих терроризм. Потому что, если вы посмотрите даже по времени совпадение роста терроризма внутри России с ростом клирикализации общества, то вы увидите временное совпадение. Если вы посмотрите историю мирового терроризма, то он, как правило, на основу на религиозной розни, плюс территориальная. Что Северная Ирландия, что Израиль-Палестина, это всюду вот такие вот как бы смеси. Министеральная и Палестина, есть еще территориальные вопросы. Я говорю, я сказал, религиозные плюс территориальные. Плюс территориальные. Но религиозно доминирующие. Когда... Каждая медаль имеет две стороны. Вот когда я атеист, я смотрю, например, передачу по телевизору, там, «Час пастыря», по-моему, так называется. Да, есть такое. Есть такое. Мне что-то интересно, что-то мне неинтересно, что-то вызывает отторжение, что-то для меня новое. Или там, я не помню, как называется передача, где мусульманские муфти выступают. То же самое. Мне что-то интересно, что-то неинтересно, что-то вызывает отторжение и так далее. Хотя представьте себе, что я глубоко верующий человек. Мусульманин, передача «Час пастыря» должна вызывать у меня очевидное совершенно неприятие. Почему это? Объясню. Потому что телевизор у нас общий. Это не храм, где приходят только те, кому это надо и кому это интересно. И это не мечеть и не синагога. Меня это вызывает раздражение. Если я православный, то же самое выступление муфти. Чего это он чужой, у меня в доме, из моего телевизора мне что-то там рассказывает. Вы вправе переключить этот канал и не смотреть. Никого не заставляют. Правильно. Понимаете, другой вопрос, когда вам там весь город перекроют, потому что везут какую-то... Мы к этому сейчас... Сейчас мы к этому подойдем. Сейчас мы к этому подойдем. Когда принимался этот закон о преподавании основ религии в школе с разделением на классы. Помните, да? Да, да, да. Может быть, помните, что я вопил дурным голосом, что этого делать нельзя ни в коем случае. Потому что когда мы детей в школе делим на классы по воле родителей, эти пойдут сюда, эти пойдут сюда, эти пойдут сюда, то мы уже там в школе закладываем религиозную нетерпимость, которая, естественно, проявляется в виде терроризма. К чему я подвожу? Я подвожу к тому, что борьба с терроризмом идет в мозгах. В мозгах. Рамки полицейские, вот эти самые медаллы искательные, полиция на улицах. Это все очень красиво, но это все шашечки. А ехать так нельзя. Ехать можно только там, где высокий уровень культуры. Да, хорошо, когда нет безработицы, да, хорошо, когда не уходят леса, но это вторично. Первично это мозги. Если вы объясните шахиду, что никакого рая нету, и после смерти ничего нету, то он не будет взрывать Богу. Нет, послушайте, но ведь есть такая вещь, как свобода совести, свобода вероисповедания. Это нормально, правильно, это конституционное право каждого. Вопросов нет. Вы меня подводите к тому, что у нас на самом деле идет сейчас религиозная война в стране. Да, да. То есть спецслужбы молодцы, хорошие, а вот есть религиозная война, но это же не так. Таня, это так, это так. Очень просто обвинять спецслужбам. Это самое простое. Немного ума, немного смелости сейчас не надо для этого. Не 37-й год. Можно обвинять ФСБ в полной некомпетентности. Значит, по сожалению, ФСБ почему-то, я не могу это понять, не публикует данные о количестве предотвращенных терактов. Почему-то они засекретили эту информацию. Я возвращаюсь к своему вопросу об уровне доверия. Вот по-моему, уровень доверия был бы выше, если бы они эту информацию раскрывали. Мой тезис очень простой. Полицейские операции должны проводиться так, как они проводятся. Флаг в руки, ребят. Если допустить, что те уничтожаемые террористы, когда вводятся к КТО, то в Карачаево-Черкесии, то в Кабаратино-Балкарии, то в Дагестане, то где-то еще, и каждый раз там 2-3-5 террористов убиты. Если, допустим, это действительно террористы, ну почему мы должны им не верить? Допустим, это террористы, то молодцы, ребят, вы хорошо работаете. Но если вы хотите изменить ситуацию в принципе и не устраивать патрули на улице, как сегодня в Волгограде после двух взрывов, патрули пошли, да, то боритесь за мозги, за головы боритесь. Я не разбираюсь в деятельности спецслужб и буду человеком гражданским, давать им рекомендации, как правильно захватывать террористов, я не могу. Ну, не считая нужным. Вот, например, возьмите простой пример. Вот с рамками, да? Ставятся рамки. Значит, казалось бы, что когда ставится рамка, образуется огромное количество людей перед рамкой. Так и есть. И там очень удобно взрывать. Да. Но когда люди проходят рамку Домодетово, сколько погибло людей? И сколько сейчас Волгограде? Значит, с моей непроекционной точки зрения, казалось бы, не надо создавать узкое бутылочное горлышко. Потому что в здании, там, железнодорожного вокзала, аэровокзала и так далее, люди рассредоточены и такой опасности не будет. Плюс, пример, Израиля, где рамок нет. Предположим, что изельяне не дураки и знают, как с этим бороться. Вот они делают так. И с другой стороны, Нью-Йорк. Аэропорт Нью-Йорк. На входе в аэропорт рамка просвечивает всё. То есть, есть две разные методики. Мне, как дилетанту, давать советы, какая правильная, наверное, было бы наивно. Но как человек, который много лет был связан с психологией, скажем так, я по-прежнему считаю, немножко знаю эту историю, что борьба с терроризмом – это вопрос идеологический. Идеологический. И внедрение лирикализма в обществе порождает усиление терроризма как крайнего проявления фундаментализма и конфликта разных конфессий. А внедрение государственной популяризации, пускай даже в равной мере всех конфессий, тем не менее порождает вот эти вот крайние настроения. Государство должно вот эти в сторону. На территории храма, на территории мечети, на территории сенагоги. Всё, что угодно. Пожалуйста. Вот эта территория для тех, кто хочет туда прийти. Когда вмешиваются федеральные телеканалы, федеральные СМИ, когда... Ну вот, посмотрите. Слушайте, мы... Вот я не... Правда, это... Всё, что вы говорите, логично про то, что государство не должно вмешиваться в религиозные дела. У нас вообще церковь отделена от государства. Всё здорово. Но при этом мы видим тот же самый суд над Пуссирает, совершенно безумный, где обращаются к текстам соборов, не буду говорить каких годов, и ключники, свечники, значит, рассказывают о том, как они глубоко страдали. Это что? Это же совершенно просто безовщина какая-то происходит. Нет аргументов вам возразить. То есть государство само виноват, получается так? А государство всегда виноват. Всегда. Надо было одно и государство, чтобы за всё отвечать. Ну, кстати, по поводу того, как и за что отвечать. Мы до сих пор не услышали ничего толком от первых лиц государства после этих терактов. Мы не увидели ни одной отставки. И только депутаты, как всегда, предлагают ужесточать и ужесточать законы. Ясен, ясен. Нет, популизма сейчас будет очень много. Смертная казнь не помогает, потому что смертника расстреливали. Поможет, вот почему, так я либерал-то либерал, а вот я поддержал законопроект о распространении взыскания на имущество родственников и лиц, которые были близки к террористу, в случае, если это имущество, если основание полагает, что это имущество за счёт террористической деятельности привлечено. То есть, вы же понимаете, как это будет легко доказываться. И вот это вот то, что смертник будет понимать, что, конечно, его ждёт там наверху пророка или там, я не знаю, Иисус или там, я не знаю, кто там у иудеев и буддистов, кто-то его там ждёт наверху. И двадцать четыре девственницы, вот прямо с терпением. Ну и девчонки сверху пока ещё нет, не предвидится ещё, пока Миша не пришёл. Извините, я атеист, поэтому мне трудно. Вот, значит, а при этом узнают, что это так, это вот ему обещали. А тут на земле у его родственников заберут дом, квартиру, машину, и его родственники останутся нищими, вот это будет некий баланс. В Израиле это действует, по крайней мере. Опять-таки, понимаете, конечно, надо найти крайнего, надо найти стрелочника, в данном случае его найдут, обязательно какие-то небольшие отставки будут. Что касается закона об оскорблении чувств верующих, это правильный закон. И он правильно сформулирован в конечном итоге. Вначале у него была редакция очень плохая. Сейчас он правильно сформулирован. Сейчас он говорит о чём. На территории храма, на территории мечети и прочего-прочего не хулигань, не оскорбляй. Ты пришёл в чужой дом и веди себя корректно. Вот сейчас это правильная норма. Она осуществлена во всех странах, практически во всех европейских странах, в том или ином виде. Что касается духовных скреп, которые разбросаны, вот они именно разбросаны, а есть время собирать камни, они только разбрасывают. Я не вижу в стране сейчас никакой реальной идеологии, а идеология это то, что мы как бы некий совокупный вектор жизни общества. Чрезвычайная падение нравственности. И я вижу попытку заменить идеологию и нравственность церковными постулатами. Любой конфессии. Для меня все конфессии, в данном случае, совершенно равны. Вот это катастрофическая ошибка, это средневековье. Это средневековье. В таком случае ждёте ли вы какого-то обострения межнациональной, межконфессиональной, я не знаю, напряжённости? Ситуации. Ситуации. Да, ждём. Да, ждём. Вот пускай, вера с моей точки зрения. Ну, я беру пример в Америке. В Америке есть специальные каналы, по которым выступают, так сказать, там, проповедники. Это специальные каналы. Но кто же есть специальные каналы? Специальные каналы нет вопросов. Вот нет вопросов по поводу специальных каналов. Вы это имеете? Имеют право. На территории своего, так сказать, учреждения своей конфессии, пожалуйста, делайте всё, что хотите. Ну, то есть, таким образом... Не должно внедряться религиозность, религиозность, не вера, я подчёркиваю, а религиозность, не должны внедряться в общество чуть ли не насильно. Вы, таким образом, можете ли посоветовать, не показывать, как первые лица государства стоят в храме и крестятся на какие-нибудь большие праздники? С моей точки зрения этого делать, показывать это категорически нельзя. Смотрите, категорически нельзя. Это не значит, что они не могут ходить на эти мероприятия. Это их право, конституционное. Это право, это их конституционное право. И можно в газетах на завтра об этом писать. Но трансляция по всем каналам, практически по всем федеральным каналам, почему это должны смотреть, пускай, то меньшинство, которое не отмечает Рождество? Почему они должны это смотреть? Безальтернативно, это не по обоим федеральным каналам. Да, это везде, правда. Почему? Я с огромным уважением отношусь к чувствам и первых, и вторых лица государства, пожалуйста, это ваше право. Но почему надо ваше чувство мне демонстрировать? И почему я обязан это смотреть? Это потому, что я атеист. Подчеркиваю, я атеист. Для меня это не очень интересно, когда закадровый голос рассказывает историю Рождества. Вот всякие мифы религиозные, библейские мифы. Мне это интересно. Я люблю историю. Я понимаю, что на этом базируется, на христианстве, вот христианство это базовая, ну как бы база, культурологическая база мирового искусства. Ну, да? Вот. Я, к сожалению, достаточно плохо знаю мусульманскую доктрину. Мне было бы очень это интересно послушать. Но я совершенно не хочу видеть, как условно говоря, там мэром... Вы понимаете, что мэр Москвы, да, мусульмане, ну вот на секундочку, или уйдей. И все москвичи смотрят, как он отправляет некий религиозный обряд. Потому что большинство москвичей православные. Дико. Да? А меньшинство, почему они должны на это смотреть? Что меня пугает, это вот то, чем были всю первую часть передачи, к лирикализации общества. С этим, по-моему, пора завязывать. В общем, я сейчас про все конфессии в равной мере. Угу.